Друзья, приветствую на канале Как Вязать. Сегодня поговорим о полупатентной резинке. Вот вы видите прекрасные модели, связанные именно этим красивым узором, полупатентной резинкой. То есть все дело в силуэте. Современный силуэт дал полупатентной резинке новый глоток воздуха. Вот так шикарно она выглядит, как с изнаночной стороны. А это лицевая сторона. Вот именно изнаночная сторона была на моделях, которые вы только что видели. Очень прекрасно смотрится как с изнаночной, так и с лицевой стороны. И вот круговое вязание. Тоже выполнено в круговом вязании полупатентная резинка. Это изнаночная сторона. Шикарная пышная резинка. И лицевая сторона. Вяжется очень просто. Есть варианты вязания полупатентной резинки. Сегодня поговорим о классическом выполнении. И на самом деле он очень прост в исполнении. Каждый, конечно, выбирает себе удобный способ. Но в этом классическом способе масса преимуществ. Я вам сейчас расскажу все детали и нюансы. Итак, начнем вязать в поворотном вязании. Я набрала на спицы нечетное количество петель. И буду сейчас вязать первый ряд. Итак, начнем. Кромочную петлю снимаем. И начинаем вязать 1 изнаночная, 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая. То есть мы вяжем резинку 1х1 до конца ряда. 1 изнаночная, 1 лицевая. Вяжем второй ряд. Кромочную сняли. 1 лицевая. Накид сняли с петлей. Лицевая. Накид сняли с петлей. За переднюю стеночку, как при изнаночном вязании. Снимаем петельку. 1 лицевая. Петельку снимаем с накидом. Очень быстро вяжется этот ряд. За счет того, что вы вторую петлю не провязываете, а просто снимаете с накида. То есть первый нюанс и преимущество этого способа. Скорость. Следующий ряд. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. То есть изнаночную петлю мы провязываем изнаночной. А вот эти две петельки мы провязываем вместе лицевой. То есть наш накид с петлей провязываем лицевой. И так до конца ряда. Изнаночная, две петли вместе лицевой. Изнаночная. Петелька с накидом лицевой. И так до конца ряда. И вы чередуете вот эти два ряда, не считая нашего установочного. Установочный вы провязали один раз. А далее чередуете вот эти второй и третий ряды. Вот теперь снова вяжем, как мы вязали второй ряд. Лицевая, накид с петлей сняли. За переднюю стеночку, как при изнаночном вязании. Лицевая, петельку с накидом сняли. И так до конца ряда. Я сейчас вяжу, как бы останавливаясь, чтобы вам показать все тонкости. Но на самом деле вяжется очень быстро и легко. Кромочную, изнаночную, чтобы образец наш был с ровными краями. И далее. То есть у нас чередование второго и третьего ряда. Вяжем изнаночную, две петли вместе лицевой. Изнаночная. Здесь две петли вместе, то есть мы петлю и с накидом провязываем вместе. Выглядят как две петельки. На самом деле здесь у нас накид. Изнанка, лицевая. Изнаночная. Две петельки вместе лицевой. И так до конца ряда. То есть вы видите, насколько простой этот способ. Очень удобный. Вяжется все очень быстро. Следующий ряд. Просто вам сейчас покажу еще раз. Но на самом деле это уже пошел у нас повтор. Лицевая, накид с петлей снимаем. Лицевая, накид с петлей снимаем. И до конца ряда. Вот у нас уже формируется лицевая сторона полупатентной резинки. И изнаночная сторона. Посмотрите, какая красивая, пышная. Вот я связала уже образец. Вот изнаночная сторона полупатентной резинки. Какая красота, посмотрите. И лицевая тоже ровненькая, красивая. Изделие мягкое, пышное. Из итальянской шерсти я вяжу стопроцентной. Отличная шапочка получится. Не только свитер, а шапочка, шарф, снуд. Вот, и сейчас я покажу, как вязать такую резинку при круговом вязании. Вот изнаночная сторона. Красота, посмотрите. Пышная, мягенькая и лицевая сторона. То есть, вот если продолжить, например, вязание, то отличную шапочку можно связать. И отворот будет смотреться очень оригинально и красиво. Причем, если все красиво сделать убавки, закончить эту шапку, то можно как на одну сторону носить, на лицевую, так и на изнанку. Вот, смотрите. Мы вяжем первый ряд. Петля одна изнаночная и петлю сняли с накидом. Изнаночная и сняли петлю с накидом, как при изнаночном вязании. За переднюю стеночку снимаем. Итак, мы выполняем первый ряд. Вернее, первый у нас был установочным. Вы помните, я говорила, что как при поворотном, так и при круговом установочный ряд вяжется одинаково. То есть, вы формируете резинку один на один. Одна изнаночная, одна лицевая. И так до конца ряда. Причем, при круговом вязании я набрала четное количество петель. Так до конца ряда вяжем. Одна изнаночная и вторую петельку мы снимаем с накидом за переднюю стеночку, как при изнаночном вязании. Все очень просто и быстро. Довязали до конца ряда. Вяжем следующий ряд. Одна изнаночная и лицевая. Изнаночная и лицевая. Лицевой, вы видите, я провязываю сразу две петли вместе. То есть, там у нас петелька и накид. Одна изнаночная. И следующую петельку с накидом одной лицевой провязываю. И так до конца ряда. И вот эти два ряда, которые я сейчас вам показала, вы просто чередуете в изделии до конца вязания вашего изделия. Например, вот как я сказала, отличная шапочка у вас модная, современная получится, как сейчас в моде, в форме луковки, например. Проще простого. Очень быстро у вас получится связать шапку. Ну, зависит от скорости вашего вязания. Но, наверное, за пару часов можно связать точную шапку. Даже новичку. Можно также свитер отличный. Как я показала, например, на моделях в начале видео. Посмотрите, как прекрасно выглядит, например, свитшот. Вот в изнаночной именно стороне этого вязания он выполнен. Свитшот оверсайз просто великолепно. Такая вязка очень смотрится динамично именно в спортивных моделях. И далее вы будете чередовать вот эти два ряда, которые я вам показала при круговом вязании. Изнаночная, две петельки вместе лицевой. Изнаночная, две петельки вместе лицевой. За счет накида, это второе преимущество этого способа, вы никогда не запутаетесь, какой именно ряд вы сейчас вяжете. Это вам будет подсказочка. Особенно для начинающих, кто начинает вязать, это просто супер подсказка. Вот так шикарно выглядит с изнаночной стороны полупатентная резинка. Посмотрите, как пышно, красиво. Великолепно. Теплое изделие получится, мягкое, красивое. Вот мы с вами сегодня связали два способа, поворотное и круговое. Друзья, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok